Контракт двухлетний, но мы планируем и идем с сопряжением графика, чтобы выполнить эти работы все в этом году. Такие данные журналистам озвучили в августе этого года. Тогда на улице Федерации приступили к проекту «Чистое небо». Начали прятать лианы из проводов под землю, укладывать тротуары. Вокруг фразы, что удастся опередить сроки, споры пошли сразу. В региональных СМИ появилась информация, что реконструкцию закончат к началу октября. В городской администрации факт опровергли. С элементами благоустройства работы завершат 15 ноября. Подрядные организации ведут обустройство тротуаров, в частности укладывают плитку и монтируют водоотводные лотки. Параллельно ведется подготовка основания для асфальтирования проезжей части. Глава области на ситуацию смотрит скептически. На аппаратном совещании Алексей Русских отметил, асфальт должны были уложить до 1 октября. По предоставленной информации, проблема не финансовая. Денег хватает. Если проблем нет по финансированию, значит, есть некие сбои в организации работ. Поэтому давать податчиков на жесткий контроль, потому что неудобство мы не должны создавать жителям. Глядя на нынешний пейзаж, поверить в четкое исполнение сроков сложно. Унылые виды разбавляет мусор. Бетонные ограждения переформатировали в барные стойки с горячительными напитками. По одной из сторон тротуар только начали укладывать. На проезжей части, как говорят в народе, конь не валялся. На последней есть своя причина. Она делается в последней очереди, потому что по ней сейчас ездит тяжелая техника. На сегодня мы видим, что основная, самая грязная работа, она уже завершается. Я думаю, через пару недель улица будет выглядеть совершенно по-другому. Через пару недель или через год, но историческая часть города все же преобразится. Да, революционная для Ульяновска идея сделать улицу Федерации полностью пешеходной не прижилась. Проезжая часть останется, хоть и узкая. Парковка будет параллельной. Пешеходная зона станет шире. Площадь увеличили с расчетом на размещение летников. Обещают отреставрировать фасады зданий. Три из них уже готовы. Чтобы компенсировать растительность, будут очень много зеленых вставок с растительностью в кашпо, в специальных катках и сооружениях. Вернуть шарм решили за счет деталей. Разработали дизайн уличного освещения. На эскизах учли характерные для Симбирска формы. Идею предложил ульяновский кузнец. Он же взялся за исполнение главной изюминки улицы – карточек истории. Это вставки на тротуарах из мощения прошлых лет. Материал собирали по крупицам. Именно эти камни, именно эти булыжники, или как назвать, были на эту улицу уложены. Когда-то, в свое время, в начале века, того века. И когда начали работы производить по улице, их собрали. Сейчас они в данном случае на территории кузнец лежат. И только ради красивого финала ульяновцы и гости города готовы потерпеть временные неудобства. Ведь подобного ремонта здесь ждали не одно десятилетие. Конечно, ремонт – это определенный дискомфорт. Вот приходится, наверное, обходные пути искать. Рада вообще, что реконструировать решили. Ну, конечно, приходит на гулятором будет здесь. Потерпим, ничего не случилось. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Управда ТВ.